МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в прямом эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Наш долг. Дайте вам дело. Я Юрий Зинчев. Здравствуйте. Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия. 21 век, Санкт-Петербург, сегодня хроника каждой недели, день за днем. Что произошло за это время? Какие события люди изменили нашу жизнь сегодня? А какие предопределили то, что будет с нами завтра? И уходящая неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе МОТОР! Петербург на особом положении. Вместе мы справимся. В городе продолжают усиливать меры, направленные на предотвращение угрозы распространения коронавируса. Как мы справляемся с этим испытанием? Стамбул отменен, Минск отменен. Как ситуация с коронавирусом изменила город? И как изменились люди этого города? Это у вас уже какой? Ты сегодня будешь первый пока? Сегодня я был первый. Несколько новелл о петербуржцах, которые живут в особых условиях борьбы с коронавирусом. От бизнесмена до пенсионера. От волонтера до врача. Европа в плену эпидемии. На конец марта мы имеем такое полувоенное положение. Что говорят и что думают европейцы о происходящем? Узнаем об этом не из официальных СМИ, а от простых жителей европейских городов. Пару месяцев тому назад все это было не настолько остро, как на сегодняшний момент. Почему все чаще правоохранительные органы стали фиксировать нарушения эпидемиологического режима? Почему это опасно? И как остановить этих, по сути, преступников? Почему вы нарушили режим самоизоляции? Тайна феномена коронавируса. Информационная или медицинская? Чего в ней больше? Это какая-то действительно опасная ситуация. Действительно какой-то опасный смертельный вирус. Почему коронавирус поставил весь мир на паузу? И как этот вирус убивает клетки человека? Узнаем ответы на эти вопросы у одного из ведущих вирусологов страны. Он достаточно управляемый, достаточно прогнозируемый и не является фатальным. История петербургских эпидемий. От холеры до спида. В чем их особенность? И почему Чайковский заразился, выпив стакан воды в одном из лучших ресторанов Петербурга? Спустя 4 дня великий Чайковский умер от холеры. Итак, как и прошлый выпуск, этот эфир мы тоже посвящаем главной теме, которой сейчас живет весь мир. Это коронавирусная инфекция, которая сейчас охватила все страны в мире, которая, по сути, поставила весь мир, всю мировую экономику на паузу. Впервые за всю историю 21 века мы проходим через это испытание. Никогда ничего подобного в этом веке по своим масштабам и степени драматизма мир не переживал. И еще раз напомню о том, что впервые за этой глобальной проблемой, которую переживает сейчас человечество, в 21 веке можно следить в масштабах всей планеты Земля в режиме реального времени. Вот, опять я возвращаюсь к сайту университета имени Джонса Хопкинса. Все официально, все сведения с официальных сайтов госструктуры здравоохранения в различных странах. Сервис в режиме реального времени отображает данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения, обновляется постоянно. Здесь в буквальном смысле, как на ладони можно наблюдать, как болезнь распространяется по планете Земля. Три главных категории – количество заболевших, количество выживших и количество умерших. Вот давайте сравним, как изменилась эта картина с момента нашего прошлого эфира и сейчас. Итак, неделю назад, 20 марта, эти цифры выглядели следующим образом. Заболевших 265 495, умерших 11 147, вылеченных 87 363. И по данным на 27 марта, то есть сегодня, спустя ровно неделю, цифры изменились следующим образом. Заболевших 576 тысяч, умерших 26 455, более чем в два раза, вылеченных 128 тысяч. Первое место, первое место в этом антирейтинге, трагическом, драматическом рейтинге занимает Соединенные Штаты, 94 заболевших. Второе место – Италия и Китай, и Китай сместился на третье место. Испания – 64 тысячи, занимает, соответственно, четвертое место. Германия – 49 тысяч, Иран – 32 тысячи, Франция – 29, Великобритания – 14 тысяч. Россия в эту десятку, к счастью, не входит. То есть вот оно, наглядное, математическое подтверждение того, как в буквальном смысле коронавирус шагает по планете, шагает семимильными шагами, захватывая новые и новые страны и континенты. Есть такой тезис, с учетом современных технологий, весь мир стал, по сути, одной большой деревней. Новости, скорости, информация – все стремительно летит вперед. И за несколько часов можно пересечь океан из одного полушария в другое еще некоторое время назад. Как в деревне все равно, чтобы перейти с одной улицы на другую? Технологии в 20 веке сделали мир такой большой деревней. А в 21 веке инфекция коронавируса тоже превратила этот мир в одну большую деревню. Только уже зараженную и наполненную больными жителями этой деревни. И мы, Россия, часть этого мира, этой большой, как выяснилось, деревней, мы тоже сейчас проходим через это испытание. Как проходим? Чему нас должно научить это испытание? Вот давайте об этом мы сейчас и будем рассказывать на примере одного отдельно взятого мегаполиса, нашего Санкт-Петербурга. Мотор! Ну, в конце программы мы еще вернемся к этому сайту, чтобы посмотреть, как изменился мир. За этот час пока идет наша программа. А пока мы вам покажем, как эту неделю прожил Петербург, какие решения и меры предпринимали власти, насколько они были эффективны и что нас, петербуржцев, ожидает уже завтра. После того, как вступят в силу те постановления, которые направлены на предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом в репортаже Татьяны Баженовой. Угроза распространения вируса диктует новые правила жизни мегаполиса. Петербург меняется. Меняется буквально каждый день. На этой неделе правительство города ввело новые ограничительные меры. Каждый день новые вводные. Неделя началась с постановления городского правительства. Кроме спорта и общепита в торговых центрах вводятся ограничения для образовательных учреждений. До 12 апреля школьники будут учиться дистанционно. В среду в Петербурге ожидали визит Владимира Путина. Но президент отменил поездку и обратился к нации. Уважаемые граждане России, все меры, которые принимают и еще будут приняты, сработают, дадут результат, если мы проявим сплоченность, понимание сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граждане будут действовать вместе, если сделаем все, что зависит от каждого из нас. Глава государства объявил недельные каникулы с сохранением зарплаты 28 марта по 5 апреля и рассказал о мерах поддержки для граждан и бизнеса. После речи Владимира Путина к петербуржцам обратился губернатор Александр Беглов. Меры, предложенные президентом, гарантируют поддержку всех занятых в малом и микробизнесе. Петербург рассматривает возможность дополнительных выплат к пособию по безработице. Дополнительная выплата на детей в возрасте до 3 лет сможет получить более 61 тысячи семей. Уже принято решение о том, что мы в Петербурге продлим выплату субсидий за жилищно-коммунальные услуги автоматически на полгода. За представлением субсидий можно обратиться дистанционно через портал государственной муниципальной услуги в Санкт-Петербурге. В четверг перечень ограничений на городском уровне вновь расширили. На время общероссийских каникул закрываются рестораны и магазины. При этом продуктовые маркеты, аптеки и автозаправки работу продолжат. Продуктовые магазины будут работать, но тоже не все. Поясните. Будет составлен перечень тех магазинов, которые работают. То есть мелкие ларьки, магазины, которые торгуют какой-то очень специализированной продукцией, они работать не будут, нечего туда ходить. Основная задача, чтобы жители оставались дома. Крупные все сети работать будут. Магазины шаговой доступности, продовольственные работать будут, промтоварные работать не будут. До 5 апреля закрыты церкви, многофункциональные центры, парки, сады и скверы. А до 30 апреля в городе приостановлено проведение досуговых и торжественных мероприятий. В каникулы изменят расписание наземный и пригородный транспорт. 28 марта он будет работать по графикам субботы, а с 29 марта по 5 апреля по графикам воскресенья. На время будут приостановлены действия льготных проездных. Проверим, как соблюдают запреты в крупных торговых центрах. Рабочий день – полдень. Заходим в заметно опустевший торговый центр. Магазины явно обделены вниманием покупателей. Поднимаемся на этаж фудкорта. Большая часть ресторанов закрыты. А вот заведения с фастфудом работают. Залы для посетителей ограничены лентой. Правда, некоторые гости все равно присаживаются перекусить за столы. В торговом центре при этом утверждают, что еду продают только на вынос. То есть у вас все рестораны закрыты, кроме ку**ной улицы. Работают только на вынос. Но это странно, потому что я сегодня утром был в вашем торговом центре, у вас люди сидели, а при этом другие рестораны были закрыты. На данный момент рестораны все закрыты, работают только на вынос. Ответственность за соблюдение мер безопасности ложится на плечи владельцев заведений. Фитнес-клубы предпочитают не рисковать ни здоровьем посетителей, ни репутацией. Пульс города проверил. Клубы одной известной петербургской сети действительно закрыты. Пустеют улицы. Привычные пробки на дорогах стали редкостью. Но волнения среди горожан не наблюдаются. Петербуржцы отнеслись к предпринятым мерам с пониманием. Людей стало меньше, машин стало меньше. Наконец-то дышать можно. Плохо то, что чемпионат России по футболу не доиграли. Плохо делаешь спортклуб, закладываешься, да, совсем, да. Ходите на спорт? Ходил все время до вчерашнего дня. Как теперь будете? Дома. Мне так вообще нормально, только посвободнее стало, и все нормально. Надо как-то все-таки беречь себя, свое здоровье, здоровье своих близких. В непростое время горожанам не устают напоминать. Вернувшиеся из-за рубежа обязаны самоизолироваться на две недели. За нарушение норм могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности. Сообщать о себе необходимо по телефону 112. По тому же номеру принимают все обращения граждан. По распоряжению губернатора в Петербурге открыт информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Все данные в режиме реального времени отображаются на экранах. В четверг в эфире программы «Петербург против коронавируса» наши коллеги рассказывали о том, как работает мониторинговый центр. За прошедшие сутки в службу экстренных вызовов 112 поступило 2172 обращения. Из них 1187 переданы в скорую помощь. Многих интересовала справочная информация. Их перенаправляют на федеральный сайт stopcoronavirus.rf, а также на сайт администрации города, раздел «Петербург против коронавируса». С начала недели количество подтвержденных случаев заражения инфекцией увеличилось на 10 человек. По состоянию на вечер пятницы 27 марта в Петербурге зарегистрированы 26 пациентов с COVID-19. Татьяна Баженова, «Пульс города». Так, и теперь внимание, еще раз о тех постановлениях, подписанных губернатором Александром Беглом, которые будут определять в ближайшие дни то, в каком городе мы с вами будем жить. Их два, два ключевых постановления. Вот это вот 156-е, а это 161-е. Давайте, ввиду их особой важности, сейчас еще раз я прочитаю прямо в эфире основные тезисы, на мой взгляд, самое важное положение этих документов. Итак, 156-е ограничивает, определяет систему образования в эти ближайшие дни. Согласно этому постановлению, с 26.03 по 12.04 запрещается на территории Санкт-Петербурга осуществления образовательной деятельности и иных видов деятельности, связанных с оказанием услуг обучающимся в помещениях образовательных организаций. То есть все школы переходят на дистанционное обучение. Запрещается осуществление в помещениях физкультурно-спортивных организаций спортивной подготовки. Запрещается проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Кино, кино и торговые центры закрываются. Доступ посетителей в музеи, организации, осуществление выставочной деятельности. 161 еще более жестко регламентирует жизнедеятельность города. Вот несколько лишь позиций. За деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, за исключение доставки заказов на дом запрещается. Работа объектов розничной торговли запрещается. Предоставление услуг физическим лицам в организациях. То есть многофункциональные центры и далее, далее по списку. В общем, очень важные, очень нужные постановления. И я советую вам, уважаемые наши петербуржцы, внимательно их прочитать, потому что вот в этих рамках мы и будем жить в ближайшие дни. На сайте gavspb.ru, адрес вы вот сейчас видите на экране, gavspb.ru, вы можете зайти на этот сайт и внимательнейшим образом их прочитать, изучить. Там все очень четко, подробно описано и регламентировано. Мне остается лишь добавить, что эти меры вряд ли можно назвать избыточно жесткими, потому что в данной ситуации, ситуации, когда на одну чашу весов мы кладем комфорт городской жизни, а на другую безопасность наших людей, особенно людей старшего поколения, никаких сомнений и размышлений по этому поводу быть не должно. Главное это люди и их здоровье. И этот тезис стал ключевым, когда губернатор Александр Беглов принимал это непростое решение. Вот как он потом это решение пояснил в своем обращении к жителям Санкт-Петербурга. Мы сегодня противостоим глобальному вызову. От того, насколько организованны и ответственны мы будем, зависит наша жизнь и здоровье. От нашего выбора зависит, по какому сценарию будут развиваться события. Мы либо меминизируем угрозу, либо повторим итальянский сценарий. Вместе мы справимся. И вот сейчас кажется, что этот весь кошмар, который обрушился на наш город, это все впервые, никогда такого не было. И как мы сейчас с этим справимся? А на самом деле все уже было. И было много-много раз. И проходил наш город через эти испытания эпидемии. И в несравнимо более страшных масштабах. Например, когда нам удалось в осажденном блокадном Ленинграде предотвратить эпидемию. Это был подвиг, который вошел в мировую историю, как один из величайших примеров человеческого мужества и стойкости. А холерные бунты начала 19 века. А чумной форт Александра недалеко от Кронштадта, где испытывали вакцину против чумы. А трагическая история Чайховского, который заразился, выпив стакан сырой воды из городского водопровода в одном из лучших ресторанов Петербурга. Это все страницы в истории, когда наш город противостоял заболеваниям и эпидемиям. И даже первый официально зарегистрированный случай заболевания с ПИДом в нашей стране был тоже у нас в Ленинграде в конце 80-х. Вот давайте посмотрим на эту хронику нашего города. Изучим прошлое, чтобы лучше понять настоящее. Евгения Альфельд, в семье которой, кстати, были высочайшего уровня специалисты в области борьбы с инфекционными заболеваниями, продолжит эту тему. История эпидемии всегда были так или иначе связаны с Петербургом и Ленинградом. Мой дедушка был военным вирусологом. Вот на этом снимке он в Узбекистане, где в 60-е годы бушевала холера. На обратной стороне подпись «Врачи бактериологической лаборатории». Сзади видно проволочное ограждение зоны строгого режима. После возвращения в Ленинград дедушка получил от обкома Компартии Узбекистана вот такую благодарственную грамоту. У них не было современных средств защиты и даже одноразовых шприцов. Но ленинградских врачей отправляли бороться с эпидемиями в самые горячие точки. Точно так же, как сейчас военных инфекционистов отправляют в итальянские Бергамо. В самом Петербурге было семь страшных эпидемий холеры. В 18 и 19 веках до строительства водопровода и канализации городская среда только способствовала распространению инфекции, рассказывает экскурсовод Кирилл Полежаев. У нас в каждом дворе зловонная, пахучая, выгребная яма. Очень многие элементы петербургской культуры, искусства и даже литературы связаны с грязью, вонью и нечистотами. Например, мы заходим в парадную старого дома, во всех окнах были вставлены витражи. Красиво. На самом деле эти витражи были нужны для того, чтобы закрывать от жителей то, что творилось во дворах. Мы встретились в Некрасовском саду. В 19 веке до строительства водопровода на этом месте были бассейны, в которые вода поступала из Лиговского канала. Отсюда ее брали местные жители и Преображенский полк, который располагался неподалеку. По одной из версий, именно от сырой воды во время эпидемии холеры умер великий композитор Чайковский после ужина в модном ресторане Лейнера на углу Невского и Мойки. Именно здесь Петр Ильич Чайковский попросил у официанта стакан воды. Переваренный, то есть кипяченый нет, ответили ему. Ну тогда дайте обычный, да похолоднее, попросил композитор. Спустя четыре дня великий Чайковский умер от холеры. За полвека до этого другой великий петербуржец спасался от холеры в деревне своего дяди Полдина. Пушкин провел там в полной изоляции три месяца. Так опасная болезнь подарила русской литературе рекордное число произведений. Исследователь творчества поэта Алексей Балакин цитирует письмо, которое Пушкин написал своему другу и издателю Петру Плетневу, который грустил на карантине. Опять хандришь. Эй, смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвик умер, Молчанов умер, погоди, умрет Ужиковский, умрем умы. Но жизнь все еще богата. Мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья. Дочь у тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хричи, жены наши старые хричевки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята. Холера исчезала и возвращалась на следующий год. Если сложить все время, которое Петербург боролся с болезнью, получится, что город жил в эпидемии около 30 лет. Вот уникальная литография. Продажа оберегов от холеры на Синой площади. Переулок Бринко, дом номер 4. Именно здесь, в начале 19 века, находилась главная холерная больница. И именно сюда в 1831 году ворвалась вооруженная толпа, чтобы учинить расправу над медиками. Теперь это жилой дом на первом этаже кафе. Но 200 лет назад здесь громили салитарные повозки и убивали врачей, которых заподозрили в заговоре против народа. Сохранились описания тех событий, которые вошли в историю под названием холерный бунт. Медиков, которые здесь работали, буквально выбрасывали из окон здания. Холера стала частью жизни, культуры и даже языка. Некоторые петербуржцы спустя 200 лет используют название инфекции как ругательство. Со своим стариком она обращалась неласково, обзывая его то ли живокой, то холерой. В военно-медицинский музей здесь хранится память о борьбе города со смертоносной испанкой, которая унесла 20 миллионов жизней. В нашем музее хранятся подлинные истории болезни, датированные 1918 годом. Всем военным и гражданским было предписано носить маски. Была очень большая информационная выброса в газеты, в бюллетни. Малоизвестный факт. В 1933 году именно ленинградский ученый Анатолий Смородинцев впервые предложил вирусную природу гриппа. Создал первую в мире вакцину и сам НИИ гриппа. Спустя 40 лет ленинградские медики начали новую войну. СПИД у нас дома. СПИД в СССР. Под такими заголовками в сентябре 1988 года выходили статьи в советских газетах. Вот пример типичной для того времени полемики. Мы полагали, что СПИДом болеют лишь экзотические породы людей. Гомосексуалисты, наркоманы. Но оказалось, ему подвержены обыкновенные, благонамеренные советские люди. Более же всего промиски. От слова промискуитет означающие беспорядочные половые связи. Первый ВИЧ больной СССР еще в 1987 году был выявлен именно в Ленинграде благодаря профессору Андрею Козлову. Он вспоминает, что это была студентка, которая заразилась от туриста. Что мы сделали впервые в СССР и в мире, как потом оказалось, мы первыми начали здравоохраненческий скрининг на ВИЧ. Какой был фон вот этих событий? Фон был такой, что была в мире истерия просто, что не надо тестировать на ВИЧ. Почему? Потому что это нарушает права человека. Ну чушь зеленая, понимаете, да? Представляете, что бы сейчас было, если бы у нас не было этой системы? Вот когда у нас по 100 тысяч человек в год заражается. На шествие СПИДа на страну пришлось на 90-е годы, когда закрывались институты и лаборатории. Ученым пришлось буквально с боем отстаивать свои исследования. В Петербургском музее гигиены в эти дни тоже пусто. Хотя обычно здесь школьные экскурсии одна за другой. Детям рассказывают о том, как английский врач Эдвард Дженнер делал первые опыты вакцинации от ОСПы. И как еще до появления безопасной вакцины сама Екатерина II прививалась от опасной болезни, чтобы подать пример своим подданным. С вирусами и микробами человек живет всю свою историю и будет жить всю свою историю. Значит, просто надо научиться дружить с этими вирусами и бактериями. В России люди никогда не опускали рук. Натуральная ОСПа пришла в Россию в 17 веке. Наша Екатерина II, о которой все время вспоминают, она пользовалась не вакцинацией, а вареоляцией. Тогда была немножко другая схема. Делали на кожаный адрес, туда вводили определенное количество содержимого пустулы больного натуральной ОСПы. Это был более опасный вариант. Одна из самых страшных болезней в мире – чума – обошла Петербург страной. Хотя петербургские медики сделали огромный вклад в создание вакцины. Особая лаборатория разместилась на форте Александр I, изолированном от суши, который позже получил название «чумной». 20 врачей, рискуя своими жизнями, жили и работали в этой крепости на протяжении 22 лет. Летопись Петербурга – это история борьбы с самыми опасными инфекциями. От ОСПы и чумы до холеры и спида. Эпидемии намного страшнее нынешнего коронавируса, который вызывает больше экономических, нежели медицинских осложнений. Хотя окончательно он еще не вписал свою главу в мировую историю эпидемий. Но на партии китайских масок, присланных в Россию в качестве братской помощи, на двух языках написана пушкинская цитата. «Все мгновенно, все пройдет». Евгений Альфельд, «Пульс города». Ну и теперь я хочу обратить внимание на один культурный феномен, связанный с коронавирусом. Дело в том, что 9 лет назад был снят фильм «Заражение». Тогда, в 2011 году, он занял внимание 161-ю строчку в рейтинге мирового проката. 161-ю. Зато теперь этот фильм лидер по количеству скачиваний, просмотров в интернете. Дело в том, что там полностью с пугающей детализацией и количеством совпадений показана вся нынешняя ситуация, в которой сейчас оказался весь мир. Многие зрители в интернете даже после просмотра этого фильма так и комментируют. Мы смотрим этот фильм и смотрим сегодняшние новости. Не понимаем, где кончается фильм, а начинаются новости. И наоборот, где начинается вымысел и кончается реальная жизнь. Вот смотрите один из фрагментов и сравните с сегодняшней хроникой мировых новостей. И если не найти вакцину, то, по нашим расчетам, этой болезнью будет заражен примерно каждый 12-й житель планеты. И, кстати, как отметили многие эксперты, в этом фильме очень четко показан механизм возникновения пандемии и ее распространения. Из Китая в Европу этот вирус по сюжету фильма завезла одна женщина, европейка. Она была в Китае, в командировке. И вот смотрите, как произошел первый контакт с носителем вируса. Все, как у нас сейчас в жизни. Летучая мышь, свиньи, китайский ресторан, контакт с носителем эпидемия. Летучая мышь, свиньи, китайский ресторан, контакт с носителем эпидемии, китайский ресторан, контакт с носителем эпидемии. Но фильм заканчивается так же, как и закончится. Обязательно закончится наша сегодняшняя ситуация с коронавирусом. Когда-нибудь обязательно она же закончится. Закончится она тем, что человечество изобретает вакцину. И с помощью этой вакцины нам удастся победить это зло. Извините за спойлер. И здесь и вымысел, и жизнь будут иметь один и тот же финал. Мы победим. Кстати, в одном из интервью создатели фильма сказали, что они очень удивлены тем, что их называют пророками. Потому что, когда шла работа над этим фильмом, они очень много общались со специалистами в области вирусологии. И в ходе этого общения они вынесли один простой тезис. Возникновение эпидемии в условиях современного мира – это не вопрос «если», это вопрос «когда». И вот это «когда» наступило сейчас. Спустя 9 лет после выхода этого фильма на экраны. Ну, хватит смотреть кино. Давайте лучше опять посмотрим на то, что нас окружает, на нашу жизнь. И так, как вы уже знаете, с завтрашнего дня начинают действовать очень жесткие требования, которые будут регламентировать нашу жизнь в городе. О том, как это отразится на каждом из нас, мы уже расскажем в нашем следующем эфире через неделю. А сейчас давайте посмотрим на то, как эту неделю провели петербуржцы в условиях города, который находится на особом положении. Репортаж Антона Цумуна. Вот такое вот сухое короткое сообщение на закрытых дверях Бариинского театра. Бариинский театр закрыт 10 апреля, как и многие музеи и театры города. К этим мерам с прошлой недели мы уже привыкли, но меры по борьбе с коронавирусом на этой неделе ужесточились в несколько раз. Вот так, например, выглядела повседневная жизнь аэропорта Пулково до коронавируса. И вот так воздушные ворота в Петербург выглядят сейчас. Редкие пассажиры ждут вылета внутренних рейсов. Стамбул отменен, Минск отменен. Практически все международные рейсы от Анталии остаются пока еще по расписанию. И вот только что отменили рейсы в Краснодар и в Москву. Пока не сообщают почему. Такая мера касается не только Петербургского аэропорта. Отменены международные рейсы по всей стране. Исключение только для бортов, на которых эвакуируют петербуржцев из других государств. Для всех прочих красный свет. Если до 27 марта фитнес-центры Петербурга выглядели так, то сейчас вот так. Для справки, через один такой зал за день могло пройти до тысячи человек. У нас оптимистичные надежды на открытие раньше установленного срока 30 апреля. И будем готовиться к, грубо говоря, новому сезону. Делать определенные ремонтные работы, которые были запланированы на летний период. Но тем не менее, если уже ситуация такова, то мы будем выполнять данные работы сейчас. Исключение сделают лишь для тех, кто готовится и держит форму к официальным соревнованиям. А они, учитывая эпидемиологическую обстановку, пройдут не скоро. Да, фитнес-центры закрыты, но выход можно найти всегда. Например, такие спортивные площадки установлены во многих петербургских дворах. Так что пришел, сел и, что называется, вперед из песней. Главное, в нынешней эпидемиологической обстановке не забывать про дезинфекцию. Спортсмен-любитель, кандидат мастера спорта по пауэрлифтингу Максим Муравьев демонстрирует нам несколько упражнений уже для квартирных условий вынужденной изоляции. Но пока есть возможность, занимается во дворе. По его мнению, меры оправданы, хотя они и остановили спортивную жизнь Петербурга. Конечно, вот эти новые условия, они всегда очень сильно что-то меняют. Сложно к ним адаптироваться. Но не надо опускать руки. Надо продолжать в любом случае. Продолжать заниматься. Просто менять свою программу, менять свою философию, и все будет хорошо. Так еще в начале недели выглядел фудкорт в одном из крупнейших торговых центров Петербурга. Где только на одном этаже могло собраться несколько сотен человек одновременно. Сотрудники некоторых ресторанов прямо говорили, что им придется закрыться. А что, правда, что закрываетесь завтра? Да, правда. Вот так вот корт выглядит сегодня. Все посадочные места, как видно, убраны. Все до единого. Но довольно мало ресторанов закрылись. Они продолжают свою работу. А их посетителям приходится для того, чтобы поесть искать любую свободную поверхность, которых здесь, в торговом центре, на самом деле предостаточно. Да, столы и стулья убрали. Но от большого скопления людей это не спасло. Сразу видно, почему решения сделать меры по борьбе с коронавирусом еще жестче, более чем оправданы. Тем временем в петербургских магазинах уже прошел первый ажиотаж. Гречку с полок никто не сметает. Но вот появились такие объявления, в которых рекомендуется держать дистанцию в полтора метра друг от друга. Ну ладно, мы молодые еще можем спокойно сходить в магазин. Но вот как быть тем, кому на улицу выходить не рекомендовано? Пенсионерам. Ну поэтому сейчас наберем товары в первой необходимости и пойдем на выручку. За продуктами сходили. Спасибо большое. Отлично. Вместе с сотрудником Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров Ренатом Авамиловым оцениваем фронт работ в доме пенсионерки Зинаиды Николаевны. Она просит укрепить полку да починить дверцу шкафчика. Само ей не справится. Так, вроде ровно. Ренат работает в организации уже несколько лет. Говорит, своей бабушке, которая родилась в самом конце блокады, он и так поможет. Поэтому решил помогать тем пенсионерам, кому неоткуда ждать помощи. Мы молодые, мы можем, мы помогаем, и мы более развитые люди уже даже по технике и электронике. Она же не будет сама на дрель в 80 лет это все делать. При этом еще плюс изоляция, потому что им же нельзя выходить на улицу, понимаете, за лекарствами, за продуктами. А сама Зинаида Николаевна готовится переждать карантин за городом, на даче. И вынужденное затворничество для нее не проблема. Да, общение с подругами придется отложить, но вот творчеству это никак не помешает. Я буду заниматься на даче вот росписью. То есть у вас вот есть чем заняться? Есть чем заняться. А психологически это как-то не тяжело будет вот так вот ставаться? Нет, психологически мне не тяжело. Бывали времена очень трудные. Переживем и это, переживем и очень достойно выйдем из этого состояния, из этого времени тяжелого. Жизнь Петербурга изменилась кардинально, и в ближайшие дни она изменится еще сильнее. Но это надо принять и понять, как особенность той реальности, в которой живем мы, здесь и сейчас. Петербург, Россия и весь мир. Антон Цуман. Пульс города. Ну теперь давайте поговорим о безответственности. Хотя в нынешних условиях это уже не безответственность, это преступление. Потому что речь идет о здоровье всех, а не отдельно взятого человека, который нарушил условия карантина. Вот, например, одна дама недавно вернулась в Петербург из Испании. Оттуда, где сейчас буквально полыхает очаг эпидемии в Европе. И она еще и медик по профессии. В своем центре оказывала медицинские услуги. 120 петербургцев получили эти услуги. А теперь представьте, что будет с этими людьми, что будет с Петербургом, если окажется, что эта, по сути, преступница заражена коронавирусом. Вот давайте проявим ответственность. Мы в ответе не только за самих себя, но и за весь город, за наш Петербург. Репортаж Елена Болдышева. 40 тысяч камер в Санкт-Петербурге следят за перемещениями людей. В том числе и за каждым шагом тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. Петербурженка Надежда К. на днях вернулась из Европы. Но вместо того, чтобы сидеть дома, отправилась в торговый центр, где подвергла опасности сотни людей. Жителям Петергофа Александром серьезно заинтересовался центр «Э». Мужчина вернулся с Тенерифи острова, на котором объявлена чрезвычайная ситуация. Он пришел в автосалон и сообщил, что находится на карантине. Многие принципиально игнорируют требования о самоизоляции. Чувствуют себя нормально, ходят в кафе, магазины, ездят в метро. За последнюю неделю из-за рубежа в Россию прибыли около миллиона граждан. Среди них была Ирина. Она вернулась из Азии. Эту спецоперацию мы снимаем в режиме реального времени. Сюда, на Большой Самсоневске, 45, прибыли районы инфекционисты, полицейский и Роспотребнадзор. Здесь в частной клинике ведет прием пациентров врач, которая в середине марта прибыла из азиатской страны и проигнорировала все сообщения о необходимом карантине и об самоизоляции. Доктор Отоларингола, кстати, со степенью кандидата медицинских наук, прилетела в Санкт-Петербург 15 марта и сразу вышла на работу, игнорируя все предписания о самоизоляции. К вам приехали районы инфекционисты, к вам приехала полиция. Почему вы нарушили режим самоизоляции? Представители Роспотребнадзора показали распоряжение главного санитарного врача России и постановление губернатора Санкт-Петербурга. Юриста клиники это не убедило. Юрист? Да. Скажите, пожалуйста, а вы знали о распоряжении главного санитарного врача России? Которое вышло 18 часов. Совершенно верно. Хорошо. А вы знаете, что оно распространяется на всех прибывших в Россию за две недели до выхода этого распоряжения? А где это указано в этом распоряжении? Со дня их прибытия. Не с 19-го, не с 20-го. А со дня их прибытия на территорию Российской Федерации. Если они прибыли раньше на территорию Российской Федерации, этого постановления не было. Как они могли узнать об этом постановлении? Вы как юристы должны знать, что незнание законов не освобождает. Подождите, закона еще не было. Губернатором издается постановление от 18.03, в котором написано, что все прибывшие, независимо от даты прибытия на территорию Санкт-Петербурга, по телефону 112 извещают, что они прибыли из любой страны ближнего или дальнего зарубежья. Врач принимала до 10 пациентов в день. Теперь все они в поле зрения Роспотребнадзора и медиков, как и персонал клиники, саму туристку отправили в пансионат «Заря» в карантин. Часто ли вам сейчас приходится выезжать по вызовам у подозрения на коронавирус? Ну, ежедневно, в несколько раз. То есть люди есть сознательные, которые сами говорят о том, что приезжайте, обследуйте меня? Да, 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 есть такие. Помимо видеокамер за теми, кто не соблюдает карантин, могут следить и сотовые операторы. Этот вопрос решают в мельком связи. В самих компаниях это не комментируют. Кроме того, в Госдуме рассматривают поправки в уголовный и административный кодексы. Теперь штраф за нарушение карантина может составить от 500 тысяч до миллиона рублей. Если же по вине нарушителя умрут люди, грозит до 7 лет в тюрьму. И это, если виновник не знал, что болен. Если он выражал намеренно, судить будут, как за терроризм или диверсию. Глена Болгышева, Пульс, города. Ну а теперь переносимся в Европу. Очень важная с точки зрения понимания того, как там сейчас распространяется вирус, пришла информация. Инфекционистам-специалистам удалось установить первопричину возникновения очага пандемии в Италии. Это был, внимание, футбольный матч. Это была 1-8 финала Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией. Встреча проходила в Милане 19 февраля. Приехали болельщики из Бергамо, 43 тысячи. Всего на матче было 120 тысяч человек. И именно после этого матча посыпали сообщение о резком взлете заболевших и в Италии, и в Испании. По словам специалистов, этот матч, а точнее такое количество людей в одном месте в таких сложных эпидемиологических условиях и вызвали эффект биологической, по сути, бомбы. На данный момент в Италии более 69 тысяч заболевших и 7 тысяч умерших. В Испании более 47 тысяч больных, 4 тысячи случаев заболевания со смертельным исходом. И вот давайте продолжим эту тему. Европа в пленой эпидемии. Что говорят и что думают европейцы о происходящем? И мы хотим знать об этом не из официальных СМИ, а от простых жителей европейских городов. Многие из которых наши друзья и наши, по сути, нештатные европейские корреспонденты. Давайте послушаем их. Мотор. Я живу в Италии, в Милане. Я живу в Нью-Йорке. В Чехии, в Фраге. В Гонконг, Китай. Город Марсель. В Израиле. Город Толерий. Я живу сейчас в Барселоне, в Испании. Честно сказать, очень быстро все произошло. За неделю, за две. Просто город перестал функционировать. На конец марта мы имеем такое полувоенное положение, потому что из дома можно выйти в аптеку и пойти в магазин рядом с домом. Лица пустели. И то, что видно в социальных сетях, в интернетах, во-первых, нет туристов, совершенно больше людей в масках, люди соблюдают дистанцию между собой два метра. Ты перед выходом из дома, куда бы ты ни пошел, ты должен написать по специальной форме справку о том, куда ты направляешься, зачем и где ты живешь. Сначала было рекомендательным вот этот вот карантин домашний две недели. Через какое-то время, довольно быстро, это уже было как бы, нет у тебя выбора, это было уже объявлено, что ты обязан сидеть на карантине две недели. По крайней мере, пару месяцев тому назад все это было не настолько остро, как на сегодняшний момент. Самое страшное, когда я приехала в центр города и увидела, что там никого нет. Там было всего лишь несколько машин на дорогах, а людей просто не было. Вот, правда, какой-то апокалипсис за всего лишь одну неделю наступил. Да, это опасно. И я предпочитаю думать так, потому что, если я буду думать, что это не опасно, то, в общем, это может стать опасно гораздо быстрее. Самой главной проблемой было не отнестись серьезно с самого начала и продолжать вести нормальную жизнь. Основная масса итальян довольно с пониманием понимает происходящее. Они очень боятся коронавируса и, как неведомого, какого-то зверя. Мне кажется, что есть определенный уровень массовой паники. Испания – это страна, в которой люди привыкли общаться, в которой люди привыкли встречаться по ночам в парах. Перед веселиться – это национальная история, и людям из этого очень тяжело. Мы очень хорошо понимаем, что мы должны делать, ну или чего мы должны не делать. Самое тяжелое для меня – это непонимание, чего будет в ближайшем будущем. Сайт биржи труда упал, потому что десятки тысяч людей пытаются на нем зарегистрироваться и выйти на пособие по оплате, заработиться, все эти вещи. В такие моменты, в такие времена, как сейчас, ты понимаешь, что стабильность – это такая иллюзорная вещь. Последствия будут гораздо более страшными, чем то, что будет сейчас. Несмотря на всю драматичность ситуации, это ситуация, которая тебе может очень много дать, потому что не у каждого из нас есть в жизни такая вообще возможность побыть наедине с самим собой, со своими мыслями, переосмыслить что-то, понаблюдать за своими тревогами, страхами. Меня довольно раздражают какие-то вещи, которые, ну, тоже опять в интернете что-нибудь почитаешь, люди недовольны, почему мы должны сидеть в карантине, почему то, почему нельзя пойти. Ну, как бы, мне кажется, все должны понимать, что это делается для нашего блага. Может быть, достало время подумать о себе, научиться думать, быть в тишине, не заниматься ничем, в принципе, не зависать в интернете, а просто, я не знаю, поговорить со своими близкими людьми. Когда скажут, что можно выходить из дома и идти туда, куда вздумается, я для вас дела пойду к бою. Я пойду на какой-нибудь крутой-крутой рейв танцевать, это точно. В зал, конечно, конечно, в зал. Как только снимет карантин, мы пойдем в горе, чтобы можно было ходить свободно. Напомню еще раз, напомню еще раз. Сейчас в Петербурге запрещено проводить спортивные, культурные, наимассовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Закрываются бары, рестораны, официнсклубы. Жизнь большого города меняется здесь и сейчас. И вот в этой новой реальности нам всем предстоит жить в ближайшее время. Как ситуация с коронавирусом изменила город и как изменились люди этого города. Несколько новелл о петербуржцах, которые сейчас живут в особых условиях борьбы с коронавирусом. От бизнесмена до пенсионера, от волонтера до врача. Тему продолжит Наталья Бандурина. Афиши с предстоящими концертами и спектаклями еще не убрали. Но все уже знают, что попасть на премьеру не получится. Театры закрыты. Но сейчас, в настоящей жизни, происходят такие истории, которые вполне могут претендовать на экранизацию. Про людей, жизнь которых изменил коронавирус. Роскошные апартаменты в центре города. Отель, который выбирают звезды кино, политики, бизнесмены, туристы из Европы. В конце марта, начале апреля, на лето обычно все номера уже забронированы. Обычно, но не сейчас. Туристов не будет. Это испытание. Потому что на самом деле это впервые такой масштаб. Это впервые после Второй мировой войны. Начнем с этого. Это действительно некая такая, знаете, военная ситуация. Нет аналогов. В индустрии гостеприимства в 20 веке после Второй мировой войны подобных сценариев не было. Юнис – один из самых известных ательеров России. Для него это не просто бизнес, образ жизни. Постояльцев он встречает и провожает лично, чтобы у тех осталось впечатление. Побывал не в гостинице, а в гостях. Впервые за всю историю отеля пришлось закрывать целое крыло здания на так называемую консервацию. Это вынужденная мера, способ снизить затраты на содержание отеля. Вот, пожалуйста, пустые номера. Делается, как консервируется здание. Разбирается полностью номер. Снимается обязательно постельное белье, потому что оно требует определенного хранения. Чтобы избежать дополнительных затрат потом, отельеры много десятилетий назад придумали такой способ. Перевести сотрудников на укороченный день – значит сохранить коллектив. А еще в отеле можно самоизолироваться. Такую услугу предлагают теперь для местных. Не нужно быть экономистом, чтобы понять – бизнес уже сейчас несет колоссальные убытки. Чтобы как-то остаться на плаву, каждый вынужден что-то изобретать и придумывать. Из-за очередной такой закрытой дверью. Чья-то личная трагедия. Это значит не получилось. Кафе с израильским хумусом пока еще открыто, но посетителей нет. Аренда осталась такой же. Часть продуктов раньше возили прямо с земли обетованной, но теперь границы закрылись. Запасы еще есть, но их хватит ненадолго. Хозяин заведения Анатолий Вайнштейн, у его печально известного однофамильца, к слову, обнаружен коронавирус, а у Анатолия – коронакризис. Говорит, перестал спать ночами. Сложно смотреть на то, как рушится то, что создавал своими руками. Если бы я был парнем, для которого открыл это кафе вчера, и который думает, ну ладно, потерял, и черт с ним. Я бы, наверное, сказал, что уже невыносимо, и пошутся голени на все. Но так как для меня этот проект – это образ и стиль моей жизни, отчасти, по крайней мере, одной из ее частей, то я не знаю. Люди перестали выходить из дома. Перед аптеками очередь, внутрь пускают по три человека. Пожилые в зоне риска, одинокие пожилые вдвойне. Всем нам известны фото итальянских и китайских врачей. Эти фотографии доступны в интернете, эти героические люди с кровопотеками и синяками на лице от масок. И совсем мы не знаем наших героев из Петербурга, хотя они среди нас. Саилы в переводе с азербайджанского – приносящая радость, и она полностью оправдывает свое имя. Студентка шестого курса медицинского университета – волонтер. Разносит по домам пенсионерам продукты. Это у вас уже какой? Сегодня выезд первый пока? Сегодня, да, первый. Как себя чувствуете? Хорошо, пока хорошо. Я сейчас положу к вам. Заходите. Нет, нам заходить нельзя. Я к вам сейчас положу продукты, и вы подойдете. Пока не подходите. Это очень трогательный момент. Обычно девушку хотят напоить чаем, приглашают в квартиру. Но правило есть правило. Все общение на расстоянии двух метров. Ой, вы знаете, вот Бог послал мне симочку. Все в порядке. Спасибо огромное. Прямо невероятно. Тамара Владимировна все равно находит способ отблагодарить. Для симочки, так она ее называет, связала игрушку. У девушки сегодня еще два адреса. От заказчиков есть предпочтение по цене и магазину. Она не будет задавать лишних вопросов. Просто привезет, что просили. Это как наркотик. То есть ты на него послаживаешься, и ты не можешь потом остановиться. Ты постоянно хочешь, потому что ты чувствуешь отдачу. Даже вот эта благоданность. То есть люди благодарят. Начинают даже как-то лучше смотреть на мир. То есть что не все безнадежно. Что есть действительно люди, которые могут протянуть руку помощи. У врачей больше нет такого понятия смена. Сколько пришло пациентов, столько и нужно принять. На языке профессионалов режим повышенной готовности. В этой поликлинике за последние несколько дней приняли уже 300 человек, которые хотели сдать тест на коронавирус. Работы очень много. Огромная переработка сейчас у бригад скорой помощи. Никто не приводит ни в страхе, ни в памяти. Человек в панике, в белом халате, он вызывает либо смех, либо панику вокруг. Мы не можем себе это позволить. С каждым еще надо быть и психологом, кого-то успокоить, объяснить, что за вирус и как себя обезопасить. Еще раз попросить остаться дома. Не встречаться с друзьями, лишний раз не подвергать себя опасности. Тем более все закрыто. И кино, и театры, и даже зоопарк. Дэн, красавец, красавец. Рогатку потерял. Зоотехник Ольга Игоревна и просто лось Дэн дружат давно. Сейчас, когда зоопарк опустел, животным стало скучно, и для них это тоже стресс. Они не привыкли к такой тишине, а поэтому их теперь не только кормят, но еще и успокаивают. Ольга Волкова старается уделить внимание каждому. Вы не думайте, что это люди смотрят на животных. Животные также точно наблюдают за людьми. Я думаю, что они видят много для себя интересного. А сейчас как бы этого нет. И тихо, и запахов тоже меньше. И всякие даже какие-то кормления, которые показательные были. Наши медведицы не так интересно прыгать за рыбой в воду, потому что никто там восхищенно не стоит, не смотрит, на стекло не напирает. Закрылся зоопарк для посетителей, но только не для его сотрудников. От них в прямом смысле слова зависят сотни жизней. Именно сейчас город переживает такое время, когда помощь нужна каждому. Заказать доставку еды на дом, значит помочь рестораторам. Принести продуктов одинокой соседке, пенсионерке, уберечь ее от опасности заразиться. Вирус изменил нашу жизнь. Каждый реагирует по-разному на эту новую реальность. И пройти этот путь нам предстоит вместе. Наталья Бандурина, Пульс, город. Ну а теперь мы хотим показать нашу инфографику, которая объясняет, как воздействует коронавирус на клетки человека. Почему он по форме напоминает шар с шипами? Как они этими шипами прикрепляются к оболочке клетки человека? И что он потом делает с клеткой человека? Вот картинки с пояснениями о том, как работает механизм этого вируса. Смотрите и знайте. Как говорится, врага надо знать в лицо. Вот так выглядит вирион, частица, которая вызывает коронавирус. Ее размер 90 нанометров в диаметре. Она содержит 4 разных белка, в том числе шиповидный белок и РНК-цепочка, содержащую генетическую информацию. Вирус попадает в организм через нос, рот или глаза. А затем за счет коронаподобных шипов на его поверхности прикрепляется к клеткам дыхательных путей. Вирус заражает клетку, соединяя свою масляную мембрану с мембраной клетки. По мере прогрессирования инфекции, зараженная клетка начинает производить новые спайки и другие белки, которые производят все больше копий коронавируса. Целостность мембран вируса нарушается при контакте с водой и мылом. Поэтому так важно мыть руки и поверхность. Ну а теперь, я думаю, понятно, почему так важно мыть руки и ополаскивать лицо, чтобы не заразиться коронавирусом. Дело в том, что вода смывает вирус. Дело в том, что не вода смывает вирус, а дело в том, что вода для этого вируса агрессивная среда, которая и разрушает его оболочку. А если эта вода еще и щелочная, то есть когда мы моем руки с мылом, тогда вирус убивается еще активнее и масштабнее. Так что мойте руки как можно чаще. Вот, кстати, с этим советом мы пришли к одному из ведущих в нашей стране специалистов в области вирусологии. Бывшему главному санитарному врачу России Геннадию Григорьевичу Онищенко. Итак, тайна феномена коронавируса. Информационная или медицинская? Чего в ней больше? Почему коронавирус поставил весь мир на паузу? Какие масштабы этой угрозы? Юрий Щербаков взял интервью на эту тему. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Очень рад, что наша встреча состоялась. Рукопожатие. Насколько это сейчас опасно было для вас или для меня? Ну, в общем-то, нежелательно эта мера, но поскольку вы не являетесь группой риска по возрасту и наверняка не посещали в последнее время каких-то сомнительных с точки зрения эпидситуации стран, то она вполне безопасна. Как вы считаете, в Санкт-Петербурге, в частности, на сегодня чуть больше 20 человек, заболевших коронавирусом, это как-то климатические особенности? Нет. Ну, в частности, в Санкт-Петербурге, он северный самый мегаполис, население под 6 миллионов. У нас есть Нидерланды, у нас есть Шотландия. Здесь работает то, что с первого момента, когда это появилось, у нас начала срабатывать наша профилактическая система. Грамотный механизм. Мониторинг. Начали обследовать всех людей с пневмониями. Когда мы узнали, что у нас самая главная группа риска – это пожилое население, их начали с ними активно выявлять. Но самое главное, что мы начали делать сразу, это отслеживать прилеты в нашу страну. Сначала из Китая, брать их на учет, измерять температуру, всех предупреждать, отправлять на карантин, проводить с ними работу. А потом из стран Европы. Здесь понятно. Это работа на опережение. Которая началась, и это сработало. Вот эта адекватность нужна, ее надо сейчас выдержать. Все же, вот этот самый коронавирус – это какая-то действительно опасная ситуация? Действительно какой-то опасный смертельный вирус? Или это какой-то фейк? Есть такая притча. Паломник встречает на дороге чуму. И говорит, ты куда идешь? Я, говорит, иду в Багдад и хочу забрать пять тысяч человек. Через год они встречаются на этой же дороге. И паломник, обращаясь к чуме, говорит, ты чего меня обманула? Ты сказала, что ты убьешь пять тысяч человек, а ты убила пятьдесят. Она говорит, нет. Я убила пять тысяч человек, остальные умерли от страха. Для меня совершенно очевидно, что мы имеем место с классической, гибридной информационно-террористической атакой. Это официальное название, термин официальный. То есть вот эта вся паника и все, что с ней связано? Хорошо смоделировано. Ну, по гриппу в Америке никто же даже не... Ну, и был грипп. А вот тут эта информационная атака очевидна. А кому это надо? Ну, вот предположение. Ну, кому надо? Кому нужно сегодня остановить экономику? Это же миллиарды долларов. Кому нужно остановить экономику Китая? Кому? Кому нужно спровоцировать кризис? Он уже спровоцирован. Сегодня все страны несут, в том числе и мы несем ущерб. Это не какие-то конспирологические схемы, это вполне нормальная официальная позиция, что войны 21 века – это гибридные войны, цель которых – дестабилизировать политическую ситуацию, цель которых – подорвать экономику, цель которых – вызвать недовольство, остановить экономику. В этой ситуации мы должны учиться жить. Нужно помнить, что нужно соблюдать режим питания. Нужно соблюдать режим труда и отдыха. Нужно заниматься физической активностью. Как это сложно. Понимаешь, это дает нам с вами поддержание наших жизненных защитных механизмов на должном уровне. Самое главное, нужно помнить одно, что человечество сегодня столкнулось с новым вызовом. Вызовом не таким уж безысходным и фатальным. Вызовом, который с нами случается довольно часто – это наша жизнь. То, что мы сегодня столкнулись с коронавирусом, он достаточно управляем, достаточно прогнозируемый и не является фатальным. Мы с этой проблемой справимся. Государство вводит определенные ограничения, которые мы должны с вами соблюдать. Чем тщательнее мы их будем соблюдать, тем быстрее мы с вами справимся. А самое главное, помогая себе, но при этом будем хранить наших самых старших, которые сегодня находятся в самой главной группе риска. Спасибо большое за встречу. Мыть руки? Ну, пойди помой, если честно. А вы? Я после вас потом. И вот мы опять возвращаемся к сайту, где в режиме реального времени показывается изменение статистики по коронавирусной инфекции во всем мире. И теперь внимание, за тот час, в течение которого шла наша программа, эти цифры изменились следующим образом. Давайте посмотрим. Итак, сейчас количество заболевших было 576 859, стало 585 40. То есть за один час 8181 случаев заболевших, увеличилась эта статистика. Умерших было 26 455, стало 26 819. 360 человек умерло в мире за то время, пока шла наша программа. И количество вылечившихся было 128 307 7, стало 129 812. То есть всего лишь 1435 человек удалось вылечить этих людей за то время, пока шла наша программа. Но, как вы видите, количество заболевших увеличилось на 8 тысяч, а вылечили всего лишь полторы тысячи. Давайте выдохнем теперь и посмотрим нашу рубрику «Кино и песни Ленинграда». Ее мы посвящаем тому, как наш Петербург проходит сейчас через это трудное испытание. Мотор. Люди пожилые, им надо помогать. Я вас мог довести, помочь. Я блокадница, пережила блокаду, а уж этот вирус мы переживем. Это все, о чем мы вам успели рассказать за один час. Надеемся, что после нашей программы вы почувствовали себя чуть более осведомленными петербуржцами. Мы вернемся в эту студию ровно через неделю, чтобы вновь и вновь сказать вам. Это ваше право видеть и знать, чем живет великий город. Наш долг, дать вам его. Я Юрий Зинчук. Всем доброго и хороших новостей. Они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин